Девушки в площадку детскую очень хотят и требуют ее поставить вчера. Я могу ее привести в порядок, например. Могу с вами ее привести в порядок в какой-то из них. Добавить там надо. Добавим же. Качели, горжи, есть местная. Если место есть, мы можем сделать. Я приеду, привезу какой-то инвентарь, привезу спортивное. Добавим вместе, сделаем. Нет проблем. Сказано, сделано. Субботний день в селе Светлое собрал на старой заброшенной детской площадке местных жителей. И пока ребятишки веселились с аниматорами, взрослые принялись за дело. Раз, два, три, запускай! Видите? Мы сегодня для детей делаем площадку, красим, подготавливаем, где нашим детям проводить свободное время. У нас в селе дело в том, что нету, где детям собираться. Очень много детей у нас. Им негде быть. Вот как бы мы тут красим, готовим детям сюрприз. Спасибо большое. Хотелось бы, чтобы село развивалось. Для молодежи желательно бы что-то. Вот им некуда. Идти повеселиться, пообщаться. Как раньше было вообще? Никак. Как у нас? Мы забытым всем, как всегда. Мы никому не нужны. Так, хоть к нам что-то сделали. Конечно, и родители так. Да, мы очень, да. Мы очень благодарны, что нас вспоминают, хоть вот так. Дома сидели. Да, дома сидели. Ничего не делали. Да. Где сидела? В интернете. И что ты там в интернете смотрела? Ютуб. Тик-ток. Лайк. Недавно у меня родилась сестренка. Ей уже 4 месяца. Вот и буду сюда ее приводить. А светлая, в кавычках, жизни села Светлая, можно сделать вывод, взглянув на состояние объектов социальной значимости. Вот так выглядит светлая библиотека, давно требующая капитального ремонта. А такой была светлая детская площадка. Когда-то ее за свои средства установили родители. Но со временем этот маленький островок детской радости пришел в упадок. Как и было обещано, благотворительный фонд Виталия Саутенкова «Сильнее вместе» привез новые игровые конструкции, песочницу, кисти, краски, цемент. Одним словом, все необходимое, чтобы через несколько часов эта территория детства засияла новыми красками. С нескрываемым удовольствием помогал местным жителям и глава депутатской фракции оппозиционной платформы «За жизнь» в Одесском областном совете. Я знаю, что для вас не впервой держать кисточку и красить площадки. Да, да, действительно, активность увеличилась в последние пять лет. Сколько площадок вы детских уже сделали, реконструировали, считали? Я не считал, но считали помощники, потому что считали бухгалтерию, сколько мы заказывали, более 50 штук. Сегодня мы тоже решили обновить площадку в Светлом. Светлый такой уголок будущей фонтанской объединенной территориальной громады, незаслуженно забытый. А здесь живут люди, которые хотят принимать активное участие в жизни своего села. Они хотят общаться, они хотят внимания, которые незаслуженно обойдены. И я считаю, что это перспективное село, и оно достойно тех же финансовых вложений. Напомним, в рамках децентрализации село Светлое присоединили к новосозданной фонтанской громаде, включающей в себя сельские советы Фонтанки, Крыжановки, Новой Дофиновки и Александровки. И неудивительно, что наравне со светловчанами трудились представители сельсовета и Дома культуры села Фонтанка. Большая дружба начинается с добрых дел. Сегодня тот день, наверное, когда положено начало дружбы тех сел, которые входят в Фонтанскую ОТГ, в данном случае это село Светлое. Мы видим большое количество жителей, взрослых и деток, которые пришли сегодня. И мы пришли также поучаствовать и пообщаться, больше узнать об их проблемах. А цель сегодняшнего праздника – поновить детскую площадку, чтобы детвора могла приходить сюда, радоваться, играть, прыгать и веселиться. Ну, хотя бы уже начало есть, что хотят соединить, и чтобы мы почувствовали себя общим, можно сказать, организмом. И мы знакомились с вами, и они знали нас, поэтому очень, конечно, благодарны. Чтобы стать ближе к большой фонтанской семье, благотворительный фонд Виталия Саутенкова «Сильнее вместе» недавно запустил новый автобусный рейс маршрутом «Светлая Александровка-Фонтанка». Наконец-то жители отдаленного села получили возможность беспрепятственно и совершенно бесплатно добраться до крупных населенных пунктов района, воспользоваться услугами центров предоставления административных услуг, амбулаторией, попасть на курсы, в кино, в сельсовет, в магазины и в фонтанский дом культуры. У них здесь нет своего, к сожалению, ДК, но есть бесплатный автобус, который мы запустили совместными усилиями, который может их отвезти в фонтанское ДК, и эти детишки смогут принимать участие и быть задействованы в различных кружках и клубах фонтанской АТБ. Здесь не развивается совершенно культура, и некуда детям пойти, и мы с огромным удовольствием можем предоставить большой спектр всех этих услуг, можно так сказать, различные виды танцев и театральная студия есть и для маленьких, и для взрослых, поэтому мы совершенно не стесняясь можем приходить и приглашать в нашу студию. Я вообще-то дома занимаюсь, да, у меня домашнее обучение. Мы уже с ребенком посещали, смотрели, да, очень парался и загорелись, и, конечно, балетная студия, очень загорелись, и в дальнейшем планируем туда поехать. И пока ребятишки вдоволь навеселившись с аниматорами наслаждались мороженым, местные жители делились своими проблемами и волнениями. Не растворятся ли в рамках новой громады интересы их маленького села? Будет ли справедливым распределение средств из общего бюджета громады? Виталий Саутенков и глава фонтанского сельсовета заверили, что приложат максимум усилий в рамках своей компетенции, чтобы светлое было услышано, потому что сильнее вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова